Прогулка по знакомым местам Это Рождественская, это Кремль обязательно Кремль, причем Кремль, он нестандартный Наш Кремль можно изучать 2 часа, 3 часа и даже 4 часа Да вы что, а что там самого нестандартного в таком знакомом и всеми любимом Кремле? Во-первых, наш Кремль это шедевр фортификационного искусства, военного искусства, строительства А потом, благодаря Николаю I, который очень много вложил, это наш российский император Вложил много в инженерную структуру Нижнего Новгорода, а также Кремля Есть масса дорожек, которыми не пользуются И когда ты спускаешься к восстановленной зачасткой башне И ты узнаешь обратную сторону Кремля И видишь купеческую еще застройку, к которой очень деликатно относятся Очень хорошая экскурсия по наружной стороне Кремля И не только по аллее влюбленных, но еще по нижней части Где восстановлена Зачатская башня и Николаевские казармы А что необычного или нового узнают туристы, прогуливаясь с вами? Моя задача, чтобы они, если не полюбили город, ну хотя бы прониклись, прониклись и осталась эмоция Дело в том, что город ведь запоминают не архитектурой У нас провинциальный город, особенностей-то вообще маловато Они запоминают эмоцию Я должна подарить им эмоцию Какую эмоцию вы дарите? Я люблю свой город Я очень люблю свой город Я удивляюсь своему городу, и он удивляет меня Какие места в нашем городе больше всего до сих пор удивляют вас? Последнее мое удивление, и я решила пересмотреть свое отношение к прогулкам по започаянию Я была в музее истории народных промыслов Это величайшее потрясение Я была там давно, я потеряла эмоцию И когда я в субботу побывала там, я поняла, что именно с этого музея должна начинаться прогулка в започаянии Опять получается нестандартная прогулка А какие экскурсии самые популярные у вас? Какие чаще всего заказывают? У меня заказывают историческую часть, но заказывают как прогулка В чем принципиальное отличие в вашей работе, когда у вас группа 10 человек, либо только один гость? Чем больше группа, тем легче работать Да вы что? Да, ну потому что большая группа, она настроена, чтобы услышать, они заняты еще и собой, а не только мной И информацию, которую доношу я А когда один-два человека, это нужно привыкнуть Мы вдвоем, это диалог Когда группа побольше, это в основном мой монолог и ответы на вопросы А где вы, как гид, больше всего любите гулять? Не как гид, я скажу как нижегородка Я считаю, что наш город это город-терапевт Да Как интересно Причем я могу дать совет вам Вы тоже находитесь на улице Горького И мой офис находится на улице Горького, недалеко от вас И не всегда складываются трудовые будни Очень гладко И особенно сейчас в конце мая, если вы выходите по Покровской, потом через Кремль со смотровой площадки И доходите до речного вокзала по Рождественской, который сейчас в прекрасном виде, ухоженная А у речного вокзала вы забудете, кто вас обидел, что у вас было Это два часа Это два часа И визуальный ряд, он же меняется день от дня весной Вообще у нас город невероятно прекрасен со второй половины мая И по первую половину сентября Это каждый день новый город К чемпионату мира что-нибудь особенное? Готовите какую-нибудь изюминку? Изюминки нет, город сам изюминка Город сам изюминка Но я готовлюсь Дело в том, что Как готовитесь? Индивидуальный туризм, он подразумевает ежедневную подготовку То есть ты готовишься, ты растешь И к чемпионату мира приходится считать про те страны, которые есть Я знаю, что приедут гости с Тайваня Я буду с ними общаться И гости из Венесуэла Ну, немножко нужно про Венесуэлу прочитать Спасибо огромное, Ольга Ну что ж, увидимся на прогулках по Нижнему Новгороду А ровно через секунду нас ждет календарь путешественника Итак, календарь путешественника Управление по туризму Нижнего Новгорода планирует снять фильм «Туризм в Нижнем Новгороде» для того, чтобы показать все разнообразие нашего любимого города 2 и 3 июня в селе Большое Болдино состоится 52-й всероссийский праздник поэзии 9 июня в городе Семенов состоится 15-й международный фестиваль «Золотая хохлома» И это станет главной точкой событийного туризма Путешествуйте с удовольствием Увидимся через неделю Субтитры создавал DimaTorzok